У меня есть два стихотворения про Иннокентия. Причём однажды у меня был квартирник, а на квартирниках мы ни в чём себе не отказываем. И ко мне пришла учительница русского языка, выпила лишнего и сказала, что она знает, почему у меня стихи про Иннокентия, потому что это амфибрахий. Я сказала, ок, хорошо. Амфибрахий помню, правда не помню, с чем его едят. Я помню, есть ям, хорея, амфибрахий, анапист, перихий, ну, к чертям, короче, романтические стихи об Иннокентии. Иннокентий наказан, теперь он в бане. Я жалею, что был подписан на его фотовысеры в Инстаграме, где безбожно царит Анфиса. Раньше были обычные фото с пьянок, все танцуют, полно народу. До Анфисы его привлекала Яна, но она была не уродом, а Анфиса. О, Господи! Два бидона, остальное ничуть не меньше. Я бы вздёрнул противного купидона, что влюбляет в подобных женщин. Но, любовь вероломная, общайтесь с ней лишь в присутствии адвоката. Так Анфиса буквально упала с неба в пошлом лифчике провокатор и попёрла. Анфиса на фоне пляжа, и Анфиса на фоне леса, грудь Анфисы на фоне могучих ляжек, подпись, Господи, как прелестно! Вот Анфиса выглядывает из тачки, подпись, Золушка и карета, двадцать фоток с курорта, пятнадцать с дачи и не менее ста портретов. Вот Анфиса с букалом лежит в отеле, вот Анфиса в буддийском храме. Я подписан на семьдесят топ-моделей, я для этого в Инстаграме. Я нормальный мужик, мне нужны красотки, я их лайкаю на досуге. Но за что в моей ленте на каждой фотке эти ноги и эти руки, эти белые рыхлые склади с салой, эти ужасы фотосессии, в общем, я не сдержался и написал им, чтоб вы сдохли во время секса. Не дождётесь ни лайка, ни комплимента, чтоб вы сдохли, нет больше мочи. Иннокентий увидел мои комменты и ответил, тишина, завидуй, молча. Дальше. Это очень романтическая история про Иннокентия. Думаю, у нас у всех в друзьях есть Иннокентий, и мы им это прощаем. Ну, ещё одно стихотворение про Иннокентия. А вот там...